Что сейчас происходило? Нам сказали, что это финальная сцена. Ну, это кульминационная, одна из кульминационных сцен. У нас, на самом деле, несколько таких, конечно, очень важных сцен. Вот это, конечно, одна из самых главных. Не могу вам рассказать, почему. Но, в целом, все понятно, в трейлере девочки едут в стуль с Иванушками, а это концерт Иванушек. Попробуйте это соединить, и, может быть, выстроится логика. Что-то у вас было связано до этого с Иванушками? Первый поцелуй, влюбленность? У меня лично? Да. Ну, нет, у меня просто на кассетах всегда были песни. Я как бы их песни знаю наизусть, я их люблю, уважаю. Ну, не все, но вот прям культовые, они всегда в голове. И ты даже иногда такой, боже, я знаю весь текст, откуда это в моей памяти. Так что, да. А ваши реальные эмоции сейчас от встречи с Иванушками в будущем, и те эмоции, которые вам нужно будет сыграть, они как-то синхронизировались? Ну, вы знаете, наверное, нет, потому что мы же уже снимали, и мы уже с Иванушками познакомились. Но я могу сказать, что у меня все равно навсегда осталось во мне вот это ощущение. Типа я маме всегда говорю, мам, блин, я с Иванушками. Ну, то есть я, наверное, никогда не привыкну к тому, что я вот та девчонка из Риги, которая сидела смотрела всех этих ребят по телеку, а теперь я с ними вместе работаю. И я никогда до сих пор не могу это осознать. Для меня это великое счастье. И, конечно, я вот к людям из телека, на которых я наблюдала в своем детстве, они для меня навсегда культом. У нас участвуют наши актеры, все актеры. Кто-нибудь из знакомых у вас спросит взять автограф? Мама. Мама? А фотография для мам? А привет? Маме и видео привет, и фотки, все ей слали, все записывали. Ну, а вы знаете, я, наверное, еще не того ранга артист, который такая сидит и встает в кино. Так, тут буду сниматься, а тут не буду сниматься. И вот сейчас, например, идет активный период проб, и я хожу на эти пробы. То есть я сначала читаю сценарий, потом иду на пробы, еще миллиард актрисы тут на пробы, и кого-то утверждают, а кого-то нет. Поэтому это все равно такая, ну, как бы, я не знаю артистов, которые прямо вот откидывают налево и направо сценарий. Они, может, так говорят, но они вам рут. Это все неправда. Все артисты ждут своих ролей. Да, так что они просто понтуются. Актеры, поскольку в тот угол, пожалуйста, не заходим. Не заходим в тот угол, и не присаживайтесь. Я, может быть, за именно вам в такой тур поехала бы. По-любому, наверное. Расскажите, вот мы знаем, что фильм снимается на Черном море. Как давно вы сами отдыхали на Черном море, или же вы предпочитаете за границей? Вы знаете, я на Черном море, мне кажется, вообще никогда не отдыхала. Но так складывается, что у меня вот в прошлом году два проекта было в Сочи. И это было очень круто, потому что я успела и отдохнуть, и поработать. Дети приезжали. То есть это все как-то идеально совместилось в одно целое. Я люблю, когда так совпадает. Я на самом деле не люблю, когда вот теперь у меня неделя отдыха. И ты такой, что бы мне поделать? Дети, Актеры у вас, давайте ближе к сцене двигаемся. И все как-то супер складывается. Вот так я люблю. Это было вау. Роман нам рассказал, что катал вас на байке и сказал, что вы не побоялись и сели на мотоцикл. Как будто у меня был выбор. А побояйся? Нет, на самом деле выбор, наверное, был. Но открою вам секрет. Я люблю, когда есть, хотя бы чуть-чуть экстримов, съемках. Вот у меня сейчас в другом проекте надо было, знаете, по веревочной лестнице на потолок забираться. А у меня такое платье было длинное, с юбками, прямо несколько юбок. Они говорят, только сама не лезь. Я думаю, ага, сейчас. Я полезла. Я люблю, на самом деле, что-то делать сама. И не всегда понимаю артистов, которые такие, я не буду падать. Я такие, ну блин, тут же вот пол и вот это не так далеко. Не отпускай каскадеры. То есть мне кажется, что какие-то простые вещи, особенно если сам делает актер. Во-первых, он упрощает жизнь съемочной группе и сам процесс. А во-вторых, ну не знаю, я вот смотрю на Тома Крузо и восхищаюсь. То есть я хочу всегда приблизиться к каким-то суперпрофессионалам, которые сами все делают. Девочки, это не просто с экрана. Это супер. Кстати, Рома уверенно вел байк. И я даже в какой-то момент прямо, он потом сказал, да вы прыгайте все туда. Я так, давай. И мы еще покатались. То есть прям супер. И плюс я знала, что Рома, у него же есть свой мотоцикл. И он не то, что только что сел за руль, знаете. Если бы это был человек, который только-только сел за руль, наверное, я бы такая типа попросила заменить на каскадерах в шлеме. А так все сложилось. Скажите, а ваша героиня по комфорту из барышек и длина, может быть, была или... Была в детстве в Рыжево. Ему удалось все-таки, как вы ему объясните свои чувства. А это смотрите в подкинуло. Что запоминается больше, чем на съемке? Может быть, были какие-то драматичные ситуации, которых мы не знаем? Драматичные? Что-то случилось там, да, интересненького. Блин, вот это, конечно, самый такой частный вопрос. А были ли что-то на съемке случат? Да каждый день что-то происходит. Но я, наверное, запоминаю больше такие вещи, типа, как, например, классический грим, который был мега смешной у меня. И мы его долго накладывали, снимали кучу смешных с ним видео. Все меня видели, пугались, говорили, о, господи, ага. Но его видно в трейлере и выкладывали как-то его уже. Там классический грим, у меня такое опухшее лицо было. Это было очень смешно, весело. Вот я такие вещи обожаю. Ну и вообще съемки так совпало, что здесь группа, она как семья. Марк Горобец, режиссер мой, очень хороший товарищ. Оператор наш, постановщик Юркин. Его, значит, помощник Витя. Моя очень хорошая подруга Оля Сухарева, которая играет мою подругу. Ну то есть мы реально подруги, мы играем подруг. И это все совпало. Ну то есть это прямо вот здесь такая, знаете, химия, которую может быть даже невозможно сыграть в кино, потому что она настоящая. И мне кажется, что это самый большой ключ успеха будет этого фильма, что здесь вот очень много настоящих. Эти же были на площадке. Были. Скажите. Это было давно, я уже ничего не помню. Так, ну они, а нет, я вспомнила, они были. Очень ранние смены были, потому что мы ловили световой день. Четвертых пяти надо было на площадку, и они со мной по очереди вставали. То Тима со мной ехал, то Мия. Они очень любили завтракать на площадке. Они причем ездили тогда, когда мы снимали в парке аттракционов в Сочи. Ну понятно, все горки, я себе, что группы были бесплатно. В какой-то курьезный случай с площадки. Как-то раз дочь нашего режиссера Марка Горобца Алла и мой Тимофей такие сказали, мы пойдем кататься на горках. Ладно, мы такие, ну идите, мы тут сейчас быстро доснимем туда. И знаете, уже мы досняли, уже начало темнеть, а они никто не взял телефон. Они просто ушли, и мы такие, мы начали как бы расческой прочесывать весь парк, искать их, потому что они просто вдвоем куда-то улепетали и все. И что вы думаете? Они уже темнеет, мы такие уже в панике носимся, их ищем. Просто и тут вдвоем два таких. Я говорю, где вы были? Мы покатались на горках. Я говорю, а вы не видите, что темно? Мы же всегда сняли. Где вы там? А они просто не взяли телефон, катались себе и катались. Вот такой был случай. Мы с Марком немножко посидели. Пришлось потом перекрашиваться. Ну как бы хотелось на них, знаете, как-то поругаться. Но когда мы увидели их блаженные лица, они двоем что-то идут, на всех горках покатались. И давай нам сказали, мы на то и прокатились, мы на это прокатились. И мы такие, блин, вот сейчас был момент, когда должна была крикнуть. Ай, все, ладно, все, проехали. Я скажу, что делайте, телефон перейдет. Ребята, охранники уже не просто так писали. Акатэ, расскажите, какой момент съемочного процесса вам дается приносить труднее? Самое начало съемок, когда вы пробиваетесь в стройке, или конец уже, когда прощаетесь с проектом? Знаете, это сложно так сказать, потому что мы же никогда не снимаем, знаете, по сценарию. Так как оно идет в этой хронологии. У нас хронология всегда разбита, мы можем начать снимать с самого конца фильма. Но, наверное, сложнее в самом начале, потому что группы притираются друг к дружке. Ты щипаешь какие-то для своего характера истории. И вот когда уже там материал набирается, самый класс – это середина. Потому что ты уже уверен в своем персонаже, ты уже понабрал каких-то... Так, почти готово, почти готово. У него есть какие-то отличающие от других особенностей. И он как-то уже прям живет в тебе намного крепче, нежели в самом начале съемок. А прощаться со съемками всегда тяжело. Это как конец эпохи. Потому что вы проводите там 6 дней в неделю вместе по 12 часов. А плюс в Сочи мы еще все и отдыхали вместе. То есть как-то я встретила нечаянно на набережной нашего оператора Гуркина. И он такой, да блин, Агата, ну опять ты? Я говорю, а что ты хотела? Я говорю, ну раз уж ты здесь, пойдем вместе кушать. Он говорит, я не хочу тебя внушить. Я говорю, ладно, ладно. И все равно мы пошли вместе. Но это, знаете, такой лагерь. Это вот такое ощущение лагеря, какой-то коммуны, которые все вместе что-то делают. Нас много. И мы занимаемся творчеством. И когда это раз и заканчивается, а оно вот так заканчивается. Раз и все. То, конечно, грустно. Грустно. И как-то пусто. И ты не можешь себе место найти. Я вот не люблю. Да и вот, наконец, для меня это же грустно. А какие планы на это? Черный море. Может, поедете отдохнуть, Дмитрий? Вы знаете, ну, запускается же Плакса 2, сериал, который снимался, собственно, где? В Сочи. А где? В Сочи. Вот. Плюс сейчас я снимаюсь в проекте Колотун. Это сказка новогодняя. И мы снимаем в Санкт-Петербурге. Будем снимать в Ростове где-то еще. Ну то есть там у нас много чего. Замок Грибальди у нас будет. Мы будем кататься тоже по городам России. Что тоже клево. Вот. Поэтому, собственно, у меня такое совместное путешествие с работой. И с Романом Маякиным. И с Романом Маякиным в Плаксе, да. На мотоцикле. На мотоцикле придется опять кататься. А насколько трудно отказываться от тех привычек, которые дал вам герой Ротикрич, что вы входите настолько в образ, что вы привычки вцепляете? Вы насколько трудно от них от этого отказывать? Ну, вы знаете, у меня были какие-то такие случаи в жизни, когда типа сама характеристика персонажа не очень сильно на тебя влияла. Вот такое у меня бывало. И в жизни потом какие-то события происходили мрачные. Вот такие вещи, да. А в целом я как бы легко сбрасываю. У меня нет такого, что я такая, ну господи, я не могу перестать носить очки, хотя у меня зрение в порядке, да. То есть я тоже в это не играюсь. И мне кажется, что многие актеры в это больше играют. Типа как, ой, я весь такой артист. Я теперь не знаю, как быть из образа. Мне тоже кажется, это все херня. Я серьезно говорю. И они просто, ну, набивают себе цен и своему мастерству. Потому что есть же классный очень случай, когда Роберт Де Ниро, по-моему, или кто-то рассказал, что он был молодой, и он пришел на площадку, он должен был играть бомжа, и он подошел к какому-то великому артисту и говорит, вы знаете, я так готовился, я так готовился, я на вокзале ночевал, я ел с бомжами, я просто не спал, я весь грязный и он за него смотрит и говорит, а ты играть не пробовала? Ну и вот мне кажется, это оттуда же. То есть ты же играешь, ты все равно играешься в это. Надо не заигрываться. Давайте просто прачки. У вас хорошие девочки сейчас для силы. Да, 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 это у моей героини Кати очки. Мне вам очень нравится. Спасибо, спасибо. Я просто вернусь к этому вопросу. Видела сегодня у вас в Телеграме, что вы выложили кусочек интервью Дениса Кукаяки, где он рассказывал о ваших съемках, что когда у вас был поцелуй, и он такой говорит, что в непрофессиональном гораздо сложнее. Я не знаю. Мне не с чем сравнить. Если бы я была непрофессионалом, а потом стала профессиональной, не училась, тогда может быть я могла сравнить. А так мне не с чем сравнить. Наверное, да, тяжелее именно это разграничить. Потому что если ты непрофессионал, то скорее всего ты максимально от себя идешь. Не играешь, а скорее всего ты и есть ты на площадке. И этому надо учиться. Поэтому, может быть, сложно. Но я не знаю. Мне кажется, Денис сейчас надпавил. Но зато мы дружим сколько лет уже. Это после съемок? Да, мы подружились на съемку. С ним, с его женой. Вот мы с тех пор дружим. Поэтому поцелуй был качественным на много лет. Скажите, а есть ли у вас нереализованная мечта детства? Да, полететь в космос. А вы не пробовали бы, когда вы участвовали в Казани? Да, я очень-очень хотела. Но, к сожалению, я не гражданка России. Но... Все впереди, да? Мне 35, у меня все впереди называемое. Илон Маск там что-то. Илон Маск там что-то. Илон Маск там постоянно. Да нет, я думаю, что и наши что-то. Почему нет? Разрешат мне там, скажут. Ну ладно, давай садись тут с боку. Во-первых, хочу посмотреть, кто прав. Лоза или нет? Плоская она все-таки или круглая? Я в Telegram напишу, может. А вот, кстати, про Telegram. Вы тут сегодня положили пост про холостяка, что смотрите. Да, смотрю. Мой guilty pleasure. Обожаю. А как вообще такой формат, когда много девушек приходит бороться за одного парня? Ну, давайте честно. Конечно, это странно. Но наблюдать за этим весьма интересно, согласитесь. Особенно, когда они начинают там типа, а можно я с тобой поговорю? А можно я с тобой поговорю? Вот. А еще мне очень нравится, конечно, что Константин, новый холостяк, экстрасенс. И это было гениально, когда он такой, я не буду использовать свои способности. На свиданиях просто кат у тебя болит, правая нога. И он, да, я сможу тут любовь. Боже, это потрясающе. Кто-то придумал. А как вы к экстрасенсам относитесь? Верите или ведите? Вы знаете, я хочу верить. Мне нравится в это верить. Ну, как бы и в целом я сталкивалась с какими-то паранормальными историями в своей жизни. И мне кажется, что это даже не то, что типа, понимаете, мы же люди, мы у нас самые слепые существа, да, у нас есть какое зрение. Только наши, да, то есть мы не видим там инфракрасные волны, да, мы не видим рентген. Но это же не значит, что их нет. Мы не видим радиоволны, но они же существуют. Wi-Fi, он же тоже есть. И это не значит, то есть, соответственно, мне кажется, что это просто какие-то такие больше знания и чувства каких-то параллельных реальностей или еще чего-то. То есть, что это по-любому... Ребята, поднимите плакатики. Блакатики, поднимите по-разному. И в этом нет ничего мистического. Блакатики, все поднимите, а снова видишь, где блокады. Сейчас пойду сделаю свой лапок из польгей и увидимся у Юрия Лозы. А вот продолжай вопрос по волостикам. Вам не приходилось никогда за сердце мужчины бороться? Всегда наоборот. Ой, ну мне кажется, если честно, что даже если мне будет очень хотеться, наверное, вот когда-то по молодости я еще могла там начинать какие-то соревнования. Во-первых, сейчас мне лень, да, у меня есть дела, мне надо полежать на диване. Вот. А во-вторых, ну как бы просто мне кажется, что, блин, ну это не очень. Не знаю, мне все-таки кажется, что я сделаю вид, что ты мне нахер не нужен, там, пойду пообижаюсь чуть-чуть и буду жить дальше. Вот. Так что я не буду в это напрягаться. Регата, а сейчас за ваше сердце поговорится? Не буду говорить. А то мы видим ваши фотосессии в Инстаграме с Иваном. В общих чертах. В общих чертах, да. Спасибо. Все, спасибо большое.